Всем привет, добрый вечер, и мы продолжаем разбор эволюции и возраста Вселенной. Вначале разберем дополнительный один вопрос, который прилетел, и он больше относится к первой части, которую мы разбирали, о случайности в эволюции и насколько она могла произойти самостоятельно, даже в том случае, если все шло именно таким путем. И вопрос был такой, что ученые проводили эксперимент, там мы чуть-чуть обсуждали с вами бульон, говорили о том, что три самые большие загадки и три самые большие проблемы – это моменты зарождения мира, зарождения жизни и зарождения сознания. Вот эти три перехода – это три самых больших загадки и чудо естествознания, которые объяснить очень тяжело. Здесь мы, поскольку занимаемся больше вопросами возникновения жизни, нас интересует вторая, и на эту вторую пытались ответить через то, что через бульон. Всем в школе, наверное, рассказывали про бульон, что был чудный, ну чудный бульон был, в котором, значит, как-то там такой классный был состав, что там образовались некоторые, некоторые, в общем, кубики, некоторые части, которые необходимы для зарождения, самостоятельно образовались, некоторые кусочки, которые необходимы для зарождения чего? Ну, для появления базовой какой-то клетки, бактерий, ну, ДНК базового. Вот. И вопрос вот насчет этого исследования. Насколько оно вейлид также? Насколько оно, то, что нам в школе рассказали, оно, скажем так, достоверно? Вот. Сначала мы разберем этот вопрос, потом пойдем по вопросам дальше, которые у нас были. Значит, этот вопрос. Пункт первый, то, что мы уже сказали, что шанс самоконструирования ДНК, это от 1077 до 10149, то есть это еще раз, это больше, чем атомов во Вселенной. Мы также приводили Поппера в плане методологии науки, что эволюция, он говорил, это коллекция фактов, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть, и поэтому это не подходит под определение науки, это подходит больше под определение псевдонауки. Конкретно проблемы с бульоном. Если смотреть, если вы просто в интернет даже заведете теории зарождения жизни, то вы быстро узнаете, что доверие к этой теории не сильно большое, и теории совсем других, помимо бульона, их еще как минимум 6-7 штук научных, и еще больше не очень научных. Там есть такие теории, как что вот эти первые какие-то необходимые аминокислоты, РНК и так далее, образовались в подводных парах каких-то, в такие подводные какие-то серные, по-моему, вулканы, или в ледниках, или еще разные, в общем, есть теории. И все эти разные теории возникали потому, что в других есть большие проблемы. Сам человек, который нашел ДНК, который ДНК обнаружил, он обнаружил его в то же время, когда проводили вот этот эксперимент с бульоном, и оказалось, что оно сложности невероятной, и он сам сказал, что оно настолько сложное, что, в общем, он сам считал, что ДНК завезли на Землю из вне, в общем, с другой планеты. Понятно, что это на вопрос никак не отвечает, а только отодвигает его еще дальше и делает его еще сложнее. Теперь проблемы, которые есть конкретно с этой теорией, что такого бульона, во-первых, на практике просто, то есть возражения, которые есть на эту теорию, что, во-первых, такого бульона, который в этом эксперименте сделали, там, в общем, такие колбочки, туда били каким-то электрическим разрядом, и вот в этой химической реакции образовались какие-то там базовые аминокислоты необходимые, из которых некоторые из аминокислот, которые нужны потом для образования то ли РНК, то, в общем, каких-то там базовых пазлов. Вот, факт в том, что проблема в том, что такого бульона на практике просто не было, и такой состав, какой использовали в этом эксперименте, он просто не существует в слоях раскопок. Это первый момент. А второй момент от того, что там зародилось в этом растворе, вот от того, что там появилось до ДНК и до клетки, просто адская пропасть. То есть соединения, которые там образовались, они созданию жизни не особо помогают. Вот, и некоторые эти исследования проводили, вот эти лабораторные эксперименты, Стэнли Миллер и Харальд Урри в университете Чикаго. Амино, это амино, вот эти кислоты, да, это Far Cry from DNA Proteins. Это очень далекий крик, как бы очень далекое эхо до ДНК и протеинов, и это очень далеко до туда, то есть это не сильно помогает для создания ДНК. Магазин New Scientist, важный научный магазин, он говорит о 10 самых больших, неотвеченных вопросах касательно жизни. И топовый, первый там, это вопрос зарождения жизни, и мистери, как эта жизнь зародилась. И в том числе они там тоже в научном, в научном журнале они приводят вариант, что ее занесли как вирус с другой планеты. Крайне научно. И New York Times, они описывают этот вопрос как большую загадку, что химия первой жизни – это просто кошмар для объяснения, что это просто невозможно объяснить. Спонтанное составление маленьких РНК-молекул на примитивной земле было бы что-то подобным чуду, там они говорят. И также, что это проблема просто зашкаливающей невероятной сложности. Вот, то есть они сравнивают это зарождение жизни с чудом, которое на данный момент необъяснимо. Важен теперь, как бы вывод из этого всего пассажа про бульон и антибульон, что поскольку это загадка, которую возможно, что вообще в принципе не разгадать, и это возникло чудом, то евреям даже думать сильно не приходится, ты можешь просто как бы вот так вот да Бог создал как бы и делал с концом. Все, причина причин, творит вселенная вне материи. И как бы тема закрыта. Вот, но допустим, в будущем это докажут не на 1%, как сейчас, а на 99%. Что тогда вот мы как бы все снимаем, снимаем кипы, да, идем плакать, да, так получается. Вот, нет, по-настоящему, как мы увидим с вами дальше, если это докажут, то это для евреев станет еще легче, потому что это впишется в еврейский концепт еще лучше, чем жизнь возникла чудом. Почему? Потому что есть очень серьезное мнение внутри нашей святой религии, что нечто из ничего, то есть возникновение чего-то чудом было только один раз. Самый первый, то есть большой, ну, как бы назовем это большой взрыв. То есть первое возникновение вообще всего. Все, что было дальше, оно постепенно возникало слой за слоем из предыдущих слоев. То есть как бы из первого архива дальше вытаскивалось все остальное без вот таких рывков и резких чудес. И то есть с этой точки зрения возникновение жизни каким-то естественным путем оно было бы, наоборот, даже более логично. То есть если эта версия даже и будет доказана, то для нас проблемы она не составит. И как мы увидим, эта версия, она делает Бога как бы только еще более совершенным. И еще маленькие добавочки в той же первой части к вопросам конкретной эволюции есть такой один из ученых, Стивен Майер. Он говорит, что в записях костей есть разрывы, например, кембрийский взрыв и таких разрывов штук 17, как минимум. То есть есть новые дизайны тел, которые никогда ни с чем прошлым, которые ни с чем прошлым в цепочке связать нельзя. Которые вдруг появляются в цепочке этих там трупиков. В ДНК есть разрывы. То есть вот это дерево эволюции, которое вы видели, да, там как бы ДНК, которое есть у следующего вида, оно должно, ну, как бы быть маленькими добавочками к прошлым каким-то более базовым видам. Вот. И есть некоторые такие ветки ДНК, которые как бы, ну, она просто вот, ее неоткуда взять из прошлой цепочки. Просто оно вот отдельное. То есть оно как бы, нету вот этого продолжительного процесса, что у тебя как бы ветвь идет из ствола. И одно из основных очень интересных вещей, которое он говорит, это информационная проблема, это можно назвать, что ДНК – это код. Вот то, что там мы прикалывали, да, с вами, что я все время это сравниваю с компьютерами и программированием. Вот. Дело в том, что, как я выяснил за это время, что ученые таки сравнивают ДНК, они сравнивают это именно с компьютерным кодом. Так вот, до кода еще. Можно сказать? Да, давай. В принципе, когда мы учим генетику, и там есть именно название, генетический код. Да. Это именно и шифрование. Даже если делать вот этот секенс, который расшифровывает это ДНК, если посмотреть, то это реально как матрица. Ну, да, да. То есть, то, что они вот открыли в ДНК, что у тебя есть вот эти вот пазлики, которые составлены в определенном порядке. И в определенном порядке они составляют предложение. Это похоже на код. Ну, или там вот как ты заводишь в браузер, там, да, вот, например, вот у меня там docs.google. То есть, я уберу одну точку или одну букву, и я все, я вылетаю со страницы. То есть, это устроено точно так же. Одна ошибка в этой информационной цепочке, и, ну, как бы сайт тебе не выдается. Теперь ДНК – это код. То есть, там внутри информация, и про это нету сомнений. Теперь следующий пункт – это мы точно так же знаем, что всегда и везде, где мы имеем информацию, ее причиной был интеллектуальный источник, а не материальный. То есть, всегда, когда мы где-то в компьютере, где бы у нас книга, все что угодно, где всегда везде, где мы имеем информацию, мы всегда из опыта знаем, что ее источник – это интеллект. То есть, случайность материи или там взрыв, ну, то есть, вот когда взрыв на библиотеке, взрыв на чернильной фабрике не создает библиотеку. И случайность материи не создает, не порождает информацию, интеллект всегда порождает информацию. Вот. И также Докинс и ему подобные, это такие главные, такие ведущие атеисты в научном мире, они признают, что инфа в софте, она такая же, как и в ДНК. Теперь, если ты меняешь вот эти нули и единицы в базовом коде рандомно, то у тебя будет мусор. И при том, что шанс, как искать один атом среди 10 тысяч миллиардов галактик, таких как Млечный путь. То есть, если говорить, что все, если ты говоришь, что все созданное было, как бы создавалось постепенным процессом из одного в другого, допустим, но то, что этот процесс – это просто чудо, которое случайным образом не происходит, а информация вообще не образовывается из материальных случайных источников, от этой проблемы ты никак не уйдешь. То есть, случайно этот процесс невозможен. Ну, и зарождение первой жизни – это как бы главный nightmare для объяснения. Вот. Это были добавки к первой части.